Ну что, продолжим наш разговор, как образуется множественное число в русском и английском языке. Мы с вами дошли до такой точки. Вот два числа есть и в русском и английском, и единственное множественное. А существует еще какое-то третье? Да, существует. Оно называется двойственное число. Да, что это за зверь такой? Двоественное число в истории развития языка – это на начальных стадиях развития языка во многих языках существовали формы, которые специально были предназначены для выражения парных существительных. Как это понять? Ну, проще всего части тела. Глаз, ухо, рука, плечо, нога, колено. Вот. Но не только. Это и предметы, как два рукава, два берега реки, два рога у животных. Понятно. Вот такие двойственные существительные были, исчезли, но в русском языке от этого остались последствия. Вот, давайте рассмотрим. Мы знаем, что в отличие от английского языка, где есть единственное число, ну, например, слово стол – table, и множественное число – tables. В русском языке тут у нас получается числительных не два, а четыре. Почему? Потому что мы знаем, кроме стол, множественные столы, есть еще два стола, три-четыре стола, и пять, и более столов. Вот это в языке называется численная форма. То есть такая особая форма существительного множественного числа, которая монтируется числительным. При этом добавим, что вот эта вот множественная форма, которая существует в русском языке сегодня, она уже, в общем-то, отличается от того двойственного числа. Ну, во-первых, оно относится не только к парным предметам. Не обязательно говорить рука или нога. Про любой предмет, и одушевленный, и в том числе. Ну, например, собака, собаки, две собаки, пять собак. Слово брат – братья, два брата, пять братьев. Второе. Оно относится не только к цифре 2, а оно относится к цифре 2, и 3, и 4, а потом происходит смена. И получается, что есть не только третья форма, а четыре формы. И вот нанесем себе такой квадрат, можно сказать. Почти любой существительный, за небольшим исключением вот тех существительных, о которых мы говорили, которые не спрягают в тип пальто, они исключения. Все существительные образуют четыре формы. Такой вот квадрат. И вот, скажем, стол, столы, два стола, пять столов. Чередование идет по известной схеме. Сначала один, потом от двух до четырех, потом от пяти до двадцати, включительно. И уже двадцать один, и мы опять употребляем слово стол. И цикл повторяется. Потом двадцать один стол, двадцать два стола, двадцать пять столов. Казалось бы, схема довольно такая простая, но не чуть-то было. Дело в том, что вот этот квадрат образует все существительные, а они меняются. Как мы знаем, в русском те еще продам, отдельно по склонениям. И плюс к тому есть еще существительные, вот типа слова, пламя, имя, которые еще не относятся к склонениям. И вот каждый из этих существительных, совершенно по особой схеме, будет образовывать свою форму. Причем слова даже очень похожие. Ну вот возьмем стол, стул. Множенное слово. Столы, стулья. Два стола, два стула. Ударение меняется. Пять столов, пять стульев. То есть все это уходит в бесконечность. Бесконечное количество вариантов. Как подбирать? Это все надо запоминать. Это все очень усложняет язык. И это еще мало. И каждый из этих четырех углов меняется по всем пяти косвенным падежам. И тут еще надо добавить, что возникновение этих временных форм, оно, естественно, относится к старым, к языку на ранних стадиях. Почему? Вот можно проследить тут такую логику. Каждый человек, приходя в этот мир и осваивая язык в возрасте от двух до пяти лет, вот постигает вот это то же самое. А именно, он учится считать, он уже умеет считать до пяти, и вот он знает, есть один палец, предположим, один карандаш, потом есть два карандаша, три карандаша, четыре, пять карандашей, вот, и уже потом будет что-то очень много. То есть между единственным числом и множественным обязательно есть лежит вот этот промежуток. Есть один, есть немножко, а потом много. Вот такая еще дополнительная сложность, которая переходит в очень большую проблему в языке. Ну и уже напоследок спросим. Хорошо, в русском это есть, в английском этого нет. А в других языках существует вот такое изменение? Такие четыре угла, такой черный квадрат. И вот выясняется, что в подавляющем большинстве языков этих всех форм нет. Они встречаются в нашем родном русском, в каких-то еще славянских языках. И вот если вы знаете, подскажите, пожалуйста, напишите в комментарии, если вы знаете языки, как дело происходит в украинском, как в белорусском, и в других славянских языках. Есть это, нет этого. И при этом еще можно добавить. То, что подавляющее большинство языков отходит от этих счетных форм, получается, что это совершенно избыточное. Без этого можно обходиться. Ну и со временем надо думать, это в языке будет отмирать. Вот мы поднялись еще на одну ступеньку. Хорошо. Мы закрываем сейчас темно множественное число. До следующей встречи.